Ну что, друзья, электроорудие в сюжетке Call of Duty Black Ops вернул ваш 2010 год. Сюда! И сюда! Хорошо! Чё вы тут делаете? Идите отсюда. Опа! Ну, друзья, это как бы Виктор Резнов, а это оружейная рулеточка, да? Проект нова. До свидания, мистер Фриц. Привет, народ! И это снова Call of Duty Black Ops. Спустя два месяца я наконец-то решил вернуться с вашей любимой рубрикой Оружейная рулетка. Для тех, кто не знает, объясняю с этой рубрикой в том, что я запускаю сюжетку той или иной игры, но после каждого убийства игра меняет оружие в руках главного героя, что выглядит достаточно интересно. Так вот, друзья, как вы можете заметить по первому выпуску, ссылка по сказке вверху справа на экране, я там проходил всего два задания от Операции 40 и Воркута, поскольку у меня не было сейвов. Но теперь, когда я умудрился восстановить все сейвы, спустя два месяца, думаю, можно попробовать повторить эту рулеточку, только уже в более знаковых миссиях, по типу Вьетнама, по типу Чисел, где присутствует Десница Зевса, надеюсь, она там будет доступна. Проект нового, где можно во времена Второй Мировой повоевать. Кстати, сегодня должна была быть рулетка по второй колде по советской компании, но я решил заменить ее на первый Black Ops. Думаю, будет интересно, при том, эту рубрику вы любите, да и спустя два месяца почему бы еще разок не пробежаться по Call of Duty Black Ops 1. Поэтому, друзья, как обычно, перед началом ролика я заранее поблагодарю вас за пальцы вверх, не забывайте их ставить, подписывайтесь на канал, если вот это впервые видеоролики выходят ежедневно. И если у вас есть игра, по которой вы хотите, чтобы я провернул подобную рулетку, просто напишите в комментариях. Я под предыдущей серией почекал, что очень многие хотят по сталкеру, но буду думать насчет этого. Для сегодняшней серии я отобрал три миссии. Соответственно, первые две мы трогать не будем, потому что они были в предыдущем ролике. И давайте начнем, конечно же, с Вьетнама. Поэтому расчехляйтесь, фанаты Creedence Clearwater Revival, мы с вами идем воевать. А ведь только сейчас допер до одной очень интересной мысли, что Алекс Мейсон здесь исполняет роль типичного такого, знаешь, оружейника, оруженосца даже. Я не представляю, ребят, сколько оружия мне сейчас даст игра во Вьетнаме, но я уже готов. Давай, Хадсон, считанные секунды отделяют меня от этого. Так вот, народ, если вы, в принципе, за идею, которую я озвучил в начале ролика по поводу рулеточки во второй колде, а именно в советской компании, ну, можно еще американскую частями, кстати, зацепить, то также дайте знать в комментариях. Если что, на следующей неделе это дело оформим. М16 с подствольным дробовиком. Наверное, не самое лучшее оружие, которое могла бы мне здесь сунуть игра, но все же попробуем. Так, здорово, братишка. Слушай, вот главная проблема... О, нормальное оружие, кстати. Главная проблема это чувствительность в первом Блокопсе. Я, наверное, никогда к этому не привыкну. Давай, убиваем его с помощью гранаты. Это ничего нам не даст, все равно. Чувствую, что сегодня я вообще хорошенько здесь навоююсь. О, дефолт вайпен. Ну, это ваше любимое оружие, кстати говоря, дамы и господа. Нормально. Это что у нас? Итака. Это у нас М14 со штурмовым прицелом. Слушай, я так понимаю, тут большинство оружий... О, с этим спасфолом. Большинство оружий... Ну да, точно, это же первый Блокопс. Да вообще, точнее, Call of Duty здесь оружие еще подразделяется на модули. Да, то есть оружие может выпасть одно и то же. Но, так скажем, конфигурация будет слегка другая. Ну, вы поняли. Но, кстати, увидите М14 с посвольным гранатометом? Это очень интересно. Детонатор используем? Ага, хорошо. Ну, я не знаю, дальше есть его смысл юзать или никак? Ну ладно, в принципе, не важно. Давайте еще детонатор. Детонатор Мэйсон! Оу. Ам. Такое тоже бывает, ребята. А, подожди, то есть теперь я должен заново перепроходить то или иное место? Серьезно? Просто потому, что у меня крашнулась игра? Слушай, это категорически странно. Я тебе говорю серьезно. О, нормально подбегают, хорошо. Слушай, что-то только долго, конечно, убивать их тут надо. Ага, поехали. М14 с гранатометом. Слушай, ну да, эти оружия, конечно, уже были, но тем не менее. Во! Вот это я уже называю нормальное вооружение. Раз, два, три. Прекрасно. М72 лоу. Слушай, так получается, когда появятся танки, мне нужно будет рандомить до выхода. Да, мне придется рандомить теперь. Ну, народ, сейчас будет смешно, потому что мне придется дважды перекручивать рунетку, чтобы она мне выдала именно лоу. Поэтому давайте выстрелим. Я вроде как... Нет, не попал. Вы видите, как рандомно здесь летит снаряд с М72 лоу? Как вообще... Как вообще с этой хрени попасть можно? Чисто даже символически. До свидания. Ага. АМ-14 снова в студию. Так вот, я, конечно, вообще ничего не говорю, но у меня возникает такой вопрос. А хрен ли меня тут танки-то вообще хоть могут убить или... Это так чисто фигня. Данное транспортное средство не получится пробить с помощью пуль. Да... Ребят, я понимаю, просто я пытаюсь сделать то, что в моих силах. И так А-37. Слушай, подожди, так это получается все вооружение? Что-то во Вьетнаме не густо у Мейсона. Если я скажу честно, я думал тут оружия будет куда больше во Вьетнаме. Но если нет, так нет. Здорово. До свидания. М-14 с гранатометом. Кажется, это оружие где-то уже было. Не находите? С Чайной Лейка же эту хрень нельзя подорвать, да? Ну да, то есть, смотри, оружие уже потихоньку повторяться начали. И привет, М-72 лоу. Хорошо, что они, кстати, не стреляют по мне, не попадают, да? Делаем вот так. И идем рандомить дальше. Раз, два, три. Хорошо, что, кстати, тут бесконечный спавн убит нам сюда. Можно спокойно, считай, пропускать оружие. Ну и последний танк. Раз, два, три. И до свидания получается. М-14, дамы, господа. Ой, ну что, можем двигаться во вторую половину задания, слава тебе, господи. О, Фрэнсис Форд Коппола. Так вот, поехали далее. Эй, мистер Хадсон. Вот, кстати, большинство оружия, которое здесь используется, да? В моих руках на данный момент можно найти здесь. То есть, напомню, в большинстве своем это то оружие, которое присутствует на уровне. Именно поэтому здесь нет какого-то тандергана, типа Десницы Зевса из миссии Числа. Соу, поехали дальше. Теперь нужно освободить точку. Я думаю, мы не будем до конца эту миссию проходить. Мы, наверное, дойдем до момента, когда нужно будет уничтожать технику. Потому что там будет Валькирия. Ну, Валькирия, сами понимаете, это такое себе. Типа, оружие там все равно не зарандомится. Поэтому остаемся с тем, что имеем на данный момент. Угу. Вот, блин, пальцами, конечно, проходить это дело очень опасно. Понимаете, это оружие, оно вообще, ведь, не ваншотает противника здесь. Блин, расчлененка. Вот, прикиньте, вернулись в то время, когда в Call of Duty была нормальная расчлененка, да? А игре-то 10 лет, между прочим. Кстати, что-то новую часть не анонсирует. Тоже немного напрягает, да? Можно, кстати, зарезать этого мужика. Потому что не хочу упорщая на Лейк и стрелять. Если что, ножевая атака на это не влияет. Выстрел. Замечательно. И снова М-72 берем. Что, вьетнамцы? Хе-хе-хе. М-72. Раз. И готово. Правда, я один снаряд потратил на одного. Я гений. Сколько вас тут надо еще убивать? Я вообще не понимаю. Дополнительный выстрел даже можно сделать спокойно, успеть. И ты сюда. Хорошо. И подствольник берем. И вообще нормально, я считаю. Гнать их, гнать их сюда. Ну и все, друзья. В общем-то, финишная прямая. Остается только спасти Бутса. Я могу тебе сказать так, что здесь оружие было, в принципе, неплохое. Только, да, вот, укрытие здесь занимать в этой миссии, конечно, проблематично. И у вас появится вполне резонный вопрос. Так почему ты с Шайной Лейка-то не стреляешь? Да потому что, ребят, в упор-то вот что происходит. Да, никакого взрыва вообще нет. Поэтому надо как-то, да, находить дистанцию. И потом уже поаккуратнее забираться на эту самую высоту. Идем по правой стороне. Надеюсь, игра не софт локнется. Ой, потрясающе. Сколько я там сбрил этих мужиков. С ума сойдешь. Так, Вуз поднялся. Контрольная точка. Получается, мы дошли до финала данного уровня. Остается только спасти нашего мистера Вуза. И, в принципе, на этом с Вьетнама будет покончено. Ладно. Так, друзья, следующая миссия называется «Число». Почему решил ее взять? Потому что на уровне присутствует секретный Тандерган. Или же десница Зевса, да? Или как ее там? Электроорудие, короче. Слушай, а можно в данном случае пошутить насчет того, что моим первым оружием в этой миссии становится стекло? Или же кулак Хатсона? Блин, жалко Кларк на самом деле. Но инфу-то надо говорить, Вася. Алло, разработчики. Когда трейлер новой колды 2021 года? Я сказал, когда! На самом деле, я правда переживаю. Что там с ней? Хеллоу. Нас, кажется, спалили немного. Поэтому, знаете, пусть они сами там от газа своего умирают. Короче, давай, Кларк, залазь, и я прямо за тобой. Дальше уже идет Уивер. Кстати, Уивер, наверное, наглотался газа. Да, в принципе, не важно. Надо было, кстати, ФОВ еще побольше сделать, да? Тоже так считаете? Итак, друзья. Дефолтный... Дефолтный пистолет. G11. Слушай-ка, а предыдущей серии, кстати, да, G11 не было. Но при том, это важная инфа. Вау. А... О, окей, окей. У меня слева торчит бицуха Хадсона, а справа пистолет, который никто не держит в руках. Добро пожаловать, друзья, на оружейную рулетку серия номер 2, собственно. СВД, СК, прицел. Вот, давайте подумаем, просто подумайте логически, ребят. Вы могли бы представить СВД с СК, прицелом? О, окей. И типа, что мне с этой хренью делать? Слушай, РПГ-хита я, конечно, люблю. Позор 0. Но, тем не менее, выглядит это очень странно. Здорово, мужики. Хорошо. Главное, что всех убил. И кипарис с коллиматорным прицелом или с каким-то там прицелом. Так, слоу-моушен. Слушай-ка, а в этой миссии точно будет доступно десница Зевса или как? Короче, друзья, я решил перепройти этот момент и забрать кассету, которая находится в самой первой комнате, для того, чтобы активировать электроорудие. Теперь получается... Да, я вставил кассету, и сейчас, по-моему, экран должен затрястись. Да, всё, приёмник закрывается, и я получаю тандерган. У меня есть такое ощущение, что если ты не активируешь пасхалку с тандерганом, то он будет недоступен в оружейной рулетке. Поэтому, вот мы это сделали. Так, здорово, дружище, здорово. Электроорудие, дамы и господа. Ну что, друзья, электроорудие в сюжетке Call of Duty Black Ops вернул ваш 2010 год. Сюда и сюда, хорошо. Ну что, друзья, тогда поехали, теперь с рулеточкой это сделаем. То есть, всё, эта штука теперь активирована, и мы снова возвращаемся к привычному оружию. Я вообще рад, что игра хотя бы не крашится в этом моменте, потому что я действительно ведь переживал. Поскольку иногда, да, такие штуки работают весьма нестабильно, и потом тебе нужно просто молиться, чтобы игра у тебя не вылетела. С другой стороны, если сейчас у меня Black Ops крашнется, найс флешка, кстати, братаны. Да, если Black Ops крашнется, то, к сожалению, заново, наверное, эту пасхалку я уже выбивать не буду, но мне нужно было вам это показать. Всё равно мне не даёт покоя один момент. Подожди, Спас-12 вот сейчас был у противника. Почему его нет в рулетке? Почему в рулетке нет оружия противников? Ну, это же совсем тупо. Три разных кипариса. Четыре разных вариаций кипариса. Нормально, да? Подождите, а где Спектр? Или Спектр уже был? Я помню, тут есть это оружие, но... Ну, ладно, в принципе, не важно. Парни, эти ЦЗшки и электроорудие, да, друзья? Короче, чтобы тут электроорудие заиграло, так скажем, за тебя, да, нужно всё-таки эту хрень было активировать. До свидания. Блин, ну ладно, это всё равно хотя бы плюс-минус интересно. Здорово, у меня опять оружие в руках залагало. Мужики, вы же не против, если я сразу активирую катсцену? Ребят, чё-то недолго я поиграл с электроорудия. Ну, ребят, это первый Блэк Опс. Он вот такой нестабильный. Здорово, здорово, дорогие друзья. Итак, на 23 года назад, получается, 45-й. И если вы не узнали, то эта миссия называется Проект Нова. Но воевать мы с вами будем через буквально 2-3 минуты, когда начнётся основная часть. Я посчитал, что эта миссия будет достаточно интересной, потому что здесь вообще используется кардинально иное оружие, в отличие от основной сюжетки Блэк Опса. Только я не уверен насчёт оружия немцев. Ну ладно, мы это сейчас всё равно всё проверим. Ну давайте, мистер Драгович и Кравченко сваливайте отсюда. Ну что, дружище, поехали. ППШ, 35 патронов в магазине. Да, надеюсь, я вот раз я ничего там не перепутал. Да, неважно, полетели. Вот как раз, я только говорил о том, что хотел замутить рулетку во второй колде в советской кампании. И вот, наконец-то, она подкатила. Блин, как я промахнулся-то по нему? Default weapon. А я так понимаю, здесь, опять же, будет использовано большинство своём именно советское оружие. Хрен. Наконец-то оружие врага тоже здесь активно используется. МП-40, СТГ-44. Чё вы тут делаете? Идите отсюда. Опа. Ну, друзья, это как бы Виктор Резнов, а это оружейная рулеточка, да, проект Nova. До свидания, мистер Фридс. Можете сейчас, конечно, шутить, но я не помню, чтобы здесь была мосинка с оптическим прицелом в проекте Nova. Не, серьёзно, я этого совсем не помню. Просто пытаюсь как-то аккуратно присадиться, чтобы ещё своих не зацепить. А с ТТшкой, кстати, можно и до конца игры, в принципе, бегать. Опять панцершрек. Стэн. Прикиньте, тут даже используется оружие, которое должно быть в конце этого задания. Так, это я пропустил что-то, какой-то пистолет Токарева с фонариком, по-моему, да, он так называется? Ага, только что-то фонарика я не увидел. Ну и мы снова возвращаемся к ППШ. Слушайте, народ, ну тут оружий, конечно, гораздо больше. И я рад, что, наконец-то, разнообразие подкатило по полной программе. Ты куда собрался? А, окей. Фридс решил сбежать под карту. Такое тоже бывает. Слушай, вот это, я считаю, уже рулеточка поинтереснее той, что была в первой серии, да, так скажем. Если бы у меня тогда были сейвы, конечно, я бы эти миссии с радостью моментально проверил. Ну а так, придется довольствоваться тем, что имеем настоящая расчлененка сюда, так как... Ну и ТТ-шка. Слушай, а ТТ-шка... А вот ТТ-шка, кстати, тоже не помню. В каком-то моменте было. Это, наверное, в моменте, когда мы уже сбегаем, да? Кстати, знаете, почему Панцершрек опять выпал? Потому что здесь есть две вариации Панцершрека. Только сейчас я до этого допер. Вопрос только в том, какая из этих вариаций где используется. Вот это, пожалуй, да, самое такое. Ну и, в принципе, все. Эй, фонарика у меня нет, поэтому до свидания, мужик. Ну и с ППШ можно зачистить остатки, в принципе. Слушай, шьют здесь равно хорошо. Пока оружие меняется, тут резного могут, в принципе, уже прикончить. Так, ну и да, по сути, это все. Мы можем дальше искать мистера Штайнера. Мне, кстати, нравится, что здесь вот такого оружия, как МП-40, все равно присутствует микрокамуфляж. Или это что такое? Краска, типа, слезает? Я без понятия. Но неожиданно меня испугало совершенно другое. Я вспомнил про мультиплеер первого Блэк-Опса. Блин, как давно это было. Я не знаю, сколько из вас играло в мультик первого Блэк-Опса, но, блин, это было, конечно, забавно. А так, мне особо не нравились карты, кроме какого-нибудь Нюктауна. Вот, кстати, теперь я знаю, где Панцершек используется немцами. А нашими, подобранными, подобранным каким-нибудь, он, наверное, не используется здесь нигде, да? Ну, и хрен бы с ним, какая разница. Да где там ваш этот фриц? Естественно, кстати, мы пройдем момент до взятия Фридриха Штайнера. И дальше... Ну, я не знаю, типа, есть ли смысл сбегать с корабля? В принципе, конечно, я не против, но там придется посмотреть пятиминутую-ка сцену с расстрелом Петренко. А как там, по сдающимся стреляют? Ну, я помню, Саня в коопе по первому Блэк-Опсу стрелял по ним. Кстати, ребят, если вам интересно, то да, есть мод на первый Блэк-Опс, благодаря которому можно играть в кооперативе с другом. Мы это дело с Саней проходили. Ну, давай, я готов с пальцами зайти и захватить этого Штайнера. Мужик вернется домой? Я думаю, что нет. Пресс-ФТП респект Дмитрию Петренко. Классный, кстати, мужик был в свое время. Так, хорошо, МП-40. Слушайте, ну, я не знаю, в принципе, сегодня было три миссии. Правда, одна из них крашнулась. Я не знаю, есть ли смысл пробовать потом рулеточку еще где-нибудь? Да, наверное, уже нет. В общем, друзья, смотрите. Если вам сильно понравится этот выпуск, в принципе, можно будет еще побегать. Но, наверное, не в Блэк-Опсе. Хотя, с другой стороны, может, через пару месяцев еще попроходим какие-то задания с рулеточкой Блэк-Опсе, да? Если вам так это дело нравится. Но я бы все же хотел попробовать это во второй колде. А потом уже попробовать что-то другое. Может, в МВ-3, кстати, если это реализовано. Хоть как-то будет, да? А там, в принципе, время покажет. Посмотрим, что вы здесь делаете. Вы понимаете, что вы меня все равно не пробьете? У меня тут весь арсенал вашей сраной Германии в одном кармане. А в другом чисто все вооружение Советского Союза. Ладно, поехали. Выстрел. Готово. И все же мне не дает покоя эта Мосинка с оптическим прицелом. Но, согласитесь, все равно в компании очень мало оружия. Да, конечно, оно тут разнится. Это понятно. Что происходит в 68-м, что происходит в 45-м. Но все равно странно это все, если честно. Ладно, мы, короче, добрались до кабинета Штайнера. Здорово. И буквально последняя пара солдат осталась. Это как я сейчас мог промахнуться-то так? Ребят, чтобы вы понимали. Игра мне выдала РПГ. Я не знаю, что и куда здесь теперь надо идти. Но, походу, я должен ориентироваться чисто... А я не знаю на что. Типа, ориентироваться на Штайнера и Драговича, видимо. А что, тут реально за свет забыли заплатить или как? Вы сейчас что-нибудь видите? Я кроме маркера ни хрена не вижу. А, во, погоди. Во, сюда, походу, в этот коридор. Да? Нет? Да-да-да-да-да. Все, отлично. Ребята, это самая настоящая подстава от игрухи в данный момент. Потому что без фонарика ни хрена ведь не видно. Не волнуйтесь, друзья, они не успеют ничего сделать. Резнов будет жить. Но нам остается только свалить с корабля в данную секунду. И, в принципе, все. Невский, Твелин, побежали. Слушай, честно тебе скажу, хотел ведь даже сегодня проверить миссию ОМП. Но уже эфирное время, наверное, не позволяет. Иначе там серия минут на 40 улетит. А по кому стрелять-то по своим или по британцам? Блин, а хрен его знает. Вроде и по тем-по тем не хочется стрелять. Ну да ладно. Пистолет, главное, оставили. Слушайте, вот какие же они тупые. Какие же они тупые, что заперли Резнова со всем этим вооружением прямо в трюме корабля. Раз. Хорошо. И РПГ. И прям замечательно. Только там вот этот не умер. Ага, до свидания, дружище. СТГшка. Слушай, я не уверен, что здесь еще немцы будут. Но, тем не менее, СТГшка все равно с них падает. Ладно, неважно. Давайте заведем взрывчаточку. Жаль, что тут Резнов, конечно, не бессмертный в данном моменте, но все же. Кран обрушиваем. Потрясающе. Так что, друзья, смотрите. Если вам нравится оружейная рулетка, повторим это в любой другой игре. Или через пару месяцев вернемся в Call of Duty Black Ops. Я же, в принципе, не против. Кстати, сражаться нужно со всеми. Да, мы здесь действительно одни. Ну и, в принципе, вглубь корабля, наверное, можно не пробираться. Да, пускай тут товарищи сами друг с другом сражаются. И, в принципе, вот она, финишная прямая. Последний килл. Иди сюда, дружище. Все. До свидания. И мы спокойно сваливаем. Итак, друзья, это была вторая серия по оружейной рулетке в Call of Duty Black Ops. Надеюсь, вам эта серия понравилась больше, чем предыдущая. Поскольку там было два стартовых задания. Здесь уже я подобрал что-то поинтереснее. Правда, в числах, конечно, игра крашнулась. Но уж извините, так устроен этот Black Ops. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Предыдущие выпуски по оружейным рандомайзерам, рулеткам будут находиться прямо сейчас у вас на экране, если вдруг вы захотите освежить память или посмотреть это дело впервые. Ну и, конечно же, ставьте лайк, если понравился ролик. Подписывайтесь на канал, если вот это впервые видеоролики выходят ежедневно. И ждите следующих выпусков. Всем желаю удачного дня. Не болейте. И пока-пока. Продолжение следует...